Самая высокая, самая большая система, образованная здесь, мы можем её увидеть, наблюдать, и мы все в ней живём, это планета Земля, которая имеет огромное по отношению к каждому из нас, такое пространственно-объёмное отношение, и мы, собственно говоря, так или иначе в этой системе находимся. И эта система была поставлена, построена теми силами, которые мы не очень осознаём, которые мы не очень понимаем. Так вот, если говорить на человеческом языке, который понятен каждому из нас, то вот Бог, тот, который совсем сверху, тот, который имеет огромные силы, огромные возможности, огромные пространственные, дистанционные временные и любого другого рода возможности, поставил, построил при помощи сил такую систему, как Земля. Здесь есть и погодные условия, здесь есть и природные условия, но система, как система, если её структурировать и посмотреть на неё сверху вниз, то это говорит о том, что Бог создал информационно-энергетическую систему убеждений, правил, правопорядка, которая вниз распаковывается определённым способом. Это духовная составляющая, это знание, это понимание, это структура та, которую на этой земле, такая как ассоциативная вещь, это человек, это единственная субстанция, которая может это понять, осознать, увидеть и научиться с этим взаимодействовать. Ниже человека стоит животный мир. Это тоже подсистема, в которой есть животные разного порядка, и там у каждой стаи или у каждого вида, подвида, есть тоже информационная система, которая записана, прописана, как инстинкт, как программа биологическая, и каждая особь, находящаяся в этой системе, в стае, я не знаю, в какой-то там образующем, да, имеет одинаковую программу выживания и одинаковые действия согласно тем условиям, где они находятся. Ну, условно, полярные медведи живут в холоде там, в огромных пространствах, и они имеют программную особенность, хорошую шерсть там, умение кушать мясо сырое, спать зимой, когда совсем холодно. Это программа, которая повторяется из цикла в цикл. Система пакуется на четверку, потому что есть 4 времени года. Это та адаптационная система, которая тоже устроена высшим порядком, и цикличность смены подразумевает так или иначе обучающий процесс даже той программы в рамках животного мира. Понимаете, о чем разговор веду? Сдвигая полюса, сдвигая там каким-то способом, допустим, ветром или солнцем, немножко циклы, всем животным так или иначе приходится приспосабливаться к той новой среде, к новым условиям обитания, к изменениям, к находящимся рядом. Всегда программа самосовершенствуется так или иначе, так устроена. Мы на это можем влиять, можем не влиять, а можем за этим наблюдать. Понимаете, о чем разговор веду? Дальше идем. Животный мир тоже градируется от, я не знаю, червей, бактерий до животных высшего порядка, которые что-то понимают, что-то осознают, что-то как-то. И это тоже такая глобальная система, которая имеет те же 4 такта. То бишь система, подсистема, меньшая система, как матрешка. Понимаете, о чем разговор веду? Дальше идем. Животный мир далее спускается на то же живое существование, это растение. Растения тоже бывают в разных видах, они тоже растут на разных условиях, но их статичность уже имеет место быть. Некоторые растения, изменяя свою структуру, чтобы распределиться на большее пространство, предпринимают те или иные для себя понятные программные обеспечения, условно, для того, чтобы в пустыне разрастись колючки верблюжьи. Значит, у нее должна быть система семени и система вот этого цветка таким образом устроена, чтобы она от материнского вот этого растения самому могла при помощи ветра, потому что там основная история, распределяться на более-более длительные, дальние какие-то расстояния. Понимаете? Вот это тоже изменение и это тоже программа согласно тем условиям, на которых произрастают или в которых произрастают эти растения. Есть растения высокого порядка, красивые, орхидеи, там, всевозможные цветы, которые при помощи эволюции, при помощи улучшения или усложнения собственной программы форму привлечения к себе пищи, они сделали там массу-массу инноваций, если смотреть как на субъект чего-то, да, допустим, растение как субъект, который развивается. Понимаете, о чем разговор веду? Но в каждой и у животных, и у растения, в каждой подсистеме есть высокоразвитые виды, есть паразитирующие виды и есть виды, ну, такие типа ни о чем, типа амебы. Ну, вот такие клеточные, которые только в зачаточном расстоянии. Итак, если разобраться и вы этим поинтересуетесь, то тоже в каждой системе будет минимум 4 подсистемы. Матрешка в матрешке. Условия, при которых все это развивается, все это видоизменяется, все обогащается, обогащается. Это камни, да, камни, земля. Это вообще структура, ну, такая глобальная, на наш взгляд, недвижимая. Но если сравнить камень на дороге и Эверест, это тоже будут две системы. И этим всем управляет порядок высшего звена. Нам очень сложно понимать, почему в одной стране, там, ну, условно, на одной территории есть горы, на другой территории только булыжники, а на третьей вообще нет ни булыжников, ничего, какая-то земля или песок. Никогда не занимаясь этим, никогда не пытаясь разобраться, никогда не пытаясь хотя бы чуть-чуть прояснить причину, нам свойственно, так как мы хотим или не хотим, мы на этой планете первые после Бога, мы это все интерпретируем. Вот эта система работает сверху вниз. И когда любая из этих экосистем, подсистем, которая не подчиняется правилам, или слишком быстро идут изменения, рукотворные, потому что человек тут больше всего занимается гадостями, потому что он самый великий, самый умный, он себя с Богом сравнивает без конца, реки переворачивает, там, мосты строит, и все на свете, то вот все, что вниз, начинает изменяться искусственно. Искусственные изменения, если они происходят быстро, они всегда пагубные и всегда смертельные, потому что любая переорганизация или реорганизация, она должна иметь в основе хоть какой-то период временной для того, чтобы была адаптационная система. Человек, который, знаете, как тростник. Вот тростник, почему все, что вверху, то и внизу. Тростник, как такая показательно видимая форма проявления любой системы, форма его жизни есть скрытая. Допустим, когда тростник сажают, он в течение пяти лет даже не выходит вот таким листочком на поверхность. Аккумулирующая система в корни пять лет собирается, и потом выстрел за год-полтора-два до там двух-трех метров. Кто этого не знает, кто с этим никогда не сталкивался, то не вырабатывается ассоциативная такая логическая модель, почему так. Все в этом мире строится из тайного в явное, сверху вниз. Люди, которые не пытаются понять эти законы, они всегда будут находиться, к сожалению, в программном обеспечении ниже вот этого. Потому что если человек не развивает свои способности, мы сейчас это проверим, сейчас все вам покажу, он всегда, находясь в системе под названием «семья», на место Бога ставится авторитет. Вспоминайте, каким способом я вам рассказывала. Папа и мама встречаются на одной территории. Чьи-то знания, чьи-то тайные убеждения, тайные правила оказываются сильнее в той недолгой борьбе, которая происходит сразу после заключения брака или после рождения ребёнка. Эта информационная система становится основополагающей. И пошло развитие. Духовная составляющая у нас получается тот авторитет, чьи правила убеждения и обоснования, которые держит, который победил. Дальше идёт психическое состояние, как, допустим, животными. Что такое психика? Это удержание коромысла, понимание, что мне нужно делать и при помощи чего. Значит, тут становится второй товарищ, которого победили. И пытается ниже стоящими управлять. Управление у нас происходит на уровне биологии и на уровне механики. Продолжение следует...